Добрый день, уважаемые коллеги! Ну вот и завершил свою работу очередной ежегодный конгресс эндокринологов, который проходил в этом году под названием «Инновационные технологии в эндокринологии». Подведены первые итоги этого конгресса, и подсчитано, что в конгрессе принимало участие более 1600 участников, и более 500 человек приехали из стран ближнего и дальнего зарубежья. Тон конгрессу в самый первый день его открытия задал, конечно же, наш лидер общероссийский академик Дедов Иван Иванович с лекцией, которая была посвящена персонализированной медицине в эндокринологии. Это была абсолютно новая лекция, посвященная высочайшим технологиям диагностики, профилактике лечения эндокринных заболеваний как социально значимых, такие как сахарный диабет, патология щитовидной железы, так и орфанных, которые диагностируются с очень точными методами молекулярной диагностики. Но об этом речь уже шла в предыдущих наших выпусках. Сегодня мне хотелось бы рассказать о работе дополнительных секций, которые вызвали очень большой отклик аудитории. Это, конечно же, был в первый день также открытие, день борьбы с ожирением, где подводились итоги общероссийской программы «Примавэра», в которой приняло участие огромное количество россиян, имеющих проблемы с излишним весом, и которые в ходе этой программы потеряли вес, как было образно очень сказано. Если бы представить себе 400 камазов полностью загруженных, столько килограмм было вывезено, лишних килограмм потеряли наши соотечественники в ходе выполнения этой программы. Какие еще очень интересные секции, действительно инновационные, были проведены в рамках этого конгресса? Это секция по инновациям в инсулинотерапии. И, в частности, появился на нашем уже теперь рынке, зарегистрирован в России, новый базальный аналог человеческого инсулина, который носит название «Инсулин Даглюдек». Это уникальнейший препарат, который имеет длительность действия до 40 часов. Все предыдущие аналоги имели длительность действия не более 24 часов. То есть теперь этот инсулин мы можем использовать в таком достаточно свободном режиме дозирования. То есть если вдруг пациент по каким-то причинам не сделал инъекцию базального инсулина в сегодняшний день, то завтра он может эту инъекцию сделать, не потеряв, так скажем, качество гликемического контроля. Инъекции этого инсулина можно делать с интервалами от 8 часов между инъекциями до 40 часов между инъекциями. Причем гипогликемические состояния на фоне этого инсулина существенно реже встречаются, чем на фоне, так скажем, других базальных инсулинов, которые мы принимали до сих пор. Так что это революционные события. Далее, чем еще хотелось бы сказать. Еще хотелось бы сказать, что сегодня подведен итог на одной из секций пятилетнему использованию инновационных препаратов из группы инкретиномиметиков, так скажем, из группы ингибиторов депептидилпептидаза четвертого типа. Этот препарат носит название билдеглептин или гальвус. Вот пять лет он на нашем рынке. И какую черту мы можем подвести? Удивительная, высочайшая эффективность при очень низком риске побочных явлений, типа гипогликемии, очень редкое событие, прибавка массы тела отсутствует на этом препарате, сердечно-сосудистые осложнения отсутствуют на этом препарате, при этом высокое качество контроля сахарного диабета по уровню гликирного гемоглобина, по уровню гликемии натощак, по уровню постпродиальной гликемии. Таким образом, вот это, может быть, основные впечатления, которые вынесла я в последний день работы Конгресса, которыми я хотела сегодня с вами поделиться. Спасибо, всего доброго.